После окончания школы Я занимался фарцовкой, валютой И вот эти шальные деньги, которые приходили Они как-то навредили моей душе Я пытался понять, что мне хочется в жизни И ничего другого я не находил, как какие-то развлечения И в конце концов я попал в тюрьму Первый срок я получил за кражу у финнов Потому что постоянно мы с финнами наводили какие-то операции И, соответственно, как-то с ними и произошла вот эта кража Я сел на 4 года У меня на свободе оставались мама и папа Они приезжали ко мне, они меня любили И, конечно, хотели, чтобы после освобождения Я все-таки взялся за ум, как они говорили Но после моего первого освобождения Я не то чтобы взялся за ум Я считал себя немножечко умнее других Продолжил тот же образ жизни, который был до этого И немножечко к этому добавились наркотики Как раз в то время вся страна начала пробовать что-то новое И вот это новое оказалось наркотики Я попал в это просто как в петлю И чем больше было денег, тем больше были дозы Я не мог никак собой обладать И в конце концов я попал на второй срок После этого был третий срок, четвертый срок И все это было вот так вот Как замкнутый круг, из которого мне никак нельзя было выбраться Я самостоятельно не мог ничего сделать И уже в колонии я все-таки начал задумываться Что, может быть, есть что-то более важное, более ценное в жизни Чем вот эти развлечения, которых я всегда искал И в колонии, конечно, приезжают верующие братья, сестры Разных конфессий Мне было интересно общаться со всеми Я приходил на любые мероприятия, которые там проводились Больше я двигался в православном направлении Потому что это все-таки такое было родное И я пытался все-таки узнать Бога Но читать Библию я не мог Потому что мне казалось, что там написано абсурд какой-то Что это что-то такое старое и не для нас Последний срок, это было в 2000 году Я уже понимал, что все здоровье было потеряно Я уже сидел на серьезных наркотиках, на героине У меня были большие дозы И мне ничего не оставалось Как просто обратиться к Богу уже по-настоящему Я сказал, Бог, если ты есть, возьми меня И освободи от этих наркотиков Если ты это не можешь, то просто убей меня У меня был крик отчаяния И я все-таки услышал ответ Божий Меня сразу же, буквально на следующий день После вот этой молитвы, меня закрыли в тюрьму И первый раз я принял тюрьму как освобождение Я находился на ломках Мне было очень плохо У меня началась сразу же пневмония Я сразу же попал в тюремную больницу И реально я чувствовал дыхание смерти Мне казалось, что мои дни заканчиваются Но внутри был какой-то мир Потому что я понимал, что рядом Бог Я переживал его И, конечно, это было настоящее переживание Не какой-то обман, не какие-то мои бредни Я чувствовал, что Бог рядом Что он помогает и успокаивает Прошел год Прошел другой год Я чувствовал, что у меня начало восстанавливаться здоровье И однажды ко мне подошел один из верующих братьев Он также был заключенный Конечно, меня всегда мучил вопрос Как верующие могут быть в тюрьме Но я этот вопрос не задавал И этот парень, он интересно подошел и сказал Хочешь, я тебе прочитаю одну главу из Библии Он взял книгу Иова и начал читать Прочитал буквально самое такое начало Я не знаю, как у меня нарисовалась картинка в голове И я понял, что там что-то такое интересное дальше Но он хитро захлопнул книжку И сказал, что в следующий раз он придет завтра И продолжит чтение И знаете, у меня было просто внутри такое желание Узнать, что же там дальше Я просто нашел эту Библию И сразу же начал читать за поем После этого я понял, что там что-то такое интересное Оно коснулось меня Именно в том смысле, что на фоне страданий Иова Мои страдания, это было ни о чем Я понял, что у меня в жизни все классно и нормально Находясь даже в тюрьме И вот то мое состояние Я понял, что я пережил присутствие Божие Я начал сразу же читать Библию Многие вещи мне не нравились Многие вещи не вмещались в мою голову Но я исходил из чего Если Библия – это бред Значит, в моей жизни должно быть все здорово и классно Но все казалось наоборот И я понял, что все-таки Библия – это истина И это правильно А в моей голове каша И исходя из этого, я начал изучать Библию Прочитал ее от корки до корки раз После этого прочитал сразу же второй раз И так продолжал читать, читать, читать И многие вещи, которые у меня не открывались до этого Они открывались со временем Я начал применять на практике принципы, которые описаны в Библии И понял, что это работает Я практик, и у меня очень пытливый ум Я начал это все применять в жизни И многие вещи, многие вещи в мою жизнь пришли просто Некоторые называют это чудом, я называю это закономерностью Потому что все чудеса в Боге, они закономерны Я пережил вот тот мир и то Божье присутствие в своем сердце Именно когда я к нему обратился Вот перед самым заключением В последний день, когда я стоял Я пришел к православному храму Потому что другого я ничего не знал Я встал просто и сказал Бог, если ты есть, помоги мне избавиться от наркотиков И знаете, вот мне пришел какой-то мир Мне пришло что-то такое сверхъестественное И я понял, что это ответ Бога А если Бог, Он ответил Значит, мне с Ним по пути И я тогда принял решение, что Если Бог мне может дать свободу от наркотиков Он может мне дать все остальное Первая моя цель была найти церковь Именно уже не православного толка Потому что я уже принял решение Что мне все-таки ближе протестантизм Направление веры евангельской То есть все-таки Евангелие Которое уже действует в жизни И я нашел эту церковь Вот первым делом Все, что я сделал, нашел эту церковь У меня вначале не было работы Потому что меня никуда не брали Но у меня был мир Я изучал все, что связано с христианством В церкви я был, наверное, большой потребитель информации О семье, о детях, о отношениях между мужем и женой Я брал видеокассеты Тогда еще были видеомагнитофоны Вот эти вот кассеты, которые крутились на простых магнитофонах Но интересно, что эти кассеты выдавала моя будущая жена А она обратила на это внимание Чем интересуется этот парень, который пришел после тюрьмы Вот Все это, конечно, сыграло в дальнейшем какую-то роль После моего освобождения Все, что я хотел, это нести Евангелие Потому что внутри у меня был такой огонь Такая любовь к Богу Она и до сих пор Я не могу молчать о том, что Бог делает Потому что Он делает постоянно Это вот, знаете, как водоворот такой В который ты попал, из которого не выбраться И, конечно, об этом молчать невозможно Я ходил, вначале начинал одно служение В наркологическом диспансере мы приходили С братьями, сестрами Служили тем людям, которые еще не слышали о Христе Кормили голодных Служение на корме голодного мы начали В городе Выборг До этого не было такого служения До сих пор оно продолжается Уже на протяжении 12-13 лет Мы продолжаем выходить каждое воскресенье Приносим горячие обеды Несем Евангелие Это как маленькая церковь Там под открытым небом Для тех людей, которые просто Может быть, никогда не придут в Дом Божий Но они услышат Евангелие И мы верим, что многие из них спасутся Потому что милость Божия, она безгранична Независимо от того, как мы это все воспринимаем И, конечно, на одном из таких служений Мы ближе познакомились с моей будущей супругой Я увидел что-то близкое, родное Хотя у нас большая разница в возрасте 16 лет Разные сословия Я бывший преступник, катаржанин Она учительница Она воспитывалась всегда в церкви Она никогда не знала, что такое матерное слово То есть это было так уму непостижимо Как мы познакомились Но в конце концов мы задали Богу Каждый по-своему задал свой вопрос На который мы получили ответ И после этого приняли решение создать семью И именно в церкви мы сыграли свадьбу Очень классную На тот момент у нас не было ни денег, ничего Мы просто верой взяли У нас на свадьбу было 70 человек Прихожан в церкви Все братья и сестры Все так классно участвовали И просто такая свадьба была классная Знаете, хотелось Все таки не просто работы Хотелось чего-то большего Внутри всегда есть какой-то полет Потому что Бог, когда живет внутри Он не может так помещаться в какие-то рамочки Которые мы сами себе наметили Но в сферу того, что меня нигде не брали После заключения с моей биографией Ну, ни одна работа Ни одна работа была недоступна И как-то вот случайно, можно так сказать Ну, на самом деле в Боге это закономерно Я попал на одно из крупнейших предприятий города Выборг И меня взяли в качестве дворника Там чистить оборудование То есть на самую грязную работу Низкооплачиваемую И, знаете, я так был рад Что Бог мне дал такую работу И что я ее получил Я так был благодарен И вот с таким благодарным сердцем Я до сих пор работаю В конце концов Заметили мое старание Может быть, мою верность Потому что я настолько был верен Работе Мне предложили В качестве бригадира выступить Я работал бригадиром какое-то время Потом предложили мастером Позже менеджером одной клининговой компании Клининговые компании менялись Я стал менеджером другой, третий Вот так вот при мне поменялось очень много руководства Очень много людей поменялось Но я все оставался на одном месте И в конце концов мне предложили Самостоятельно выступить в роли Хозяина компании В роли директора И сейчас, в данный момент У меня собственная клининговая компания И в подчинение порядка 50 человек Многие вещи пока еще Очень сложно воплотить в жизнь Потому что Библия, она такая требовательная Очень много вещей, которые Вот читаешь и не понимаешь Как же с этим работать Но Бог, он вот вкладывает внутрь Что-то такое общее, знаете Какое-то наполнение Когда ты живешь просто Богом Ты уже не обращаешь Не на какие-то места Писания А просто вот эта любовь Взаимная такая любовь к Богу Она тебя уже ведет То есть мы уже двигаемся Не конкретными местами Писания Не вырываем контекст Даже бывало, вырывали как себе удобно А вот именно вот такая благодарность Богу Больше всего благодарность За все благодарите За все То есть за любую трудность За любое, наоборот, хорошее действие За все мы благодарим Бога У нас большая семья, многодетная На данный момент Жена беременна шестым ребенком У нас три мальчика, две девочки И мы ждем еще одну девочку Прекрасные дети Старшему 12 лет Младшему сыну 2 годика У них библейские имена Давид, Милана, Елисей, Самуил, Эстер Каждое имя Вот оно просто Как бы от Бога дано Знаете, и вот оно совпадает С характером детей Это интересно так И мы вот ожидаем еще одного малыша Но у нас было очень серьезное испытание Когда мы родили двух детей Давида и Милану После того, как жена перестала кормить Второго ребенка грудью У нее начался какой-то стремительный процесс В головном мозге Начала расти опухоль головного мозга Мы не знали, что делать Какое-то время мы вообще не понимали, что с ней происходит Но когда уже сделали томограмму Там была огромная скулокопухоль Которая выдавила часть мозга Она ослепла на один глаз Второй перестала видеть То есть было настолько все ужасно Я осознавал, что она уходит на глазах Я понимал, что остаюсь с двумя детьми У меня был такой молчаливый вопрос к Богу Почему? Ведь она, в отличие от меня Она не знала, что такое наркотики Что такое матерщина Там, алкоголь Она настолько, прямо можно сказать Божий одуванчик Что у меня был такой вопрос к Богу Почему? Но знаете, мы прошли это испытание Мы молились не только сами Мы призвали многие церкви к молитве И Бог, Он все-таки пришел Нам дали квоту на операцию У нас не было денег на операцию Нам дали эту квоту Мы вовремя успели в больницу Сделали в два этапа эту операцию Все прошло настолько успешно Что никаких осложнений Никаких проблем не было Ей и Раиде назначили Дали инвалидность Запретили рожать Запретили находиться на солнце Такие были ограничения Прямо вот Это было очень печально Поначалу Мы буквально полгода, наверное Находились в таком состоянии И в конце концов Мы приняли решение Жить по вере Господь дал нам Еще одного малыша Врачи были противниками Прямо вот настаивали Чтобы мы сделали аборт Мы принципиально сказали Что это убийство И мы будем рожать Несмотря ни на что Родился прекрасный парень Елисей Ну и соответственно Это развязало нам Руки Вот И сейчас мы ждем Уже после этого четвертого ребенка Мы сняли инвалидность Жена сама Сейчас за рулем То есть мы живем Полноценной жизнью Это настоящее Свидетельство Божьей любви Мне сложно даже выделить Вот знаете Благодарен за все Вот просто вот Вот знаете Благодарное сердце Вот что бы ни происходило За все благодарен Даже за трудности Вот бывают такие моменты Кажется что Предали Или еще что-то Но проходит время И я всегда задаю Богу вопрос Почему это было В моей жизни И я вижу результат Что это было только Но для моей пользы Для пользы меня Моей семье Или Какого-то служения Которое я провожу То есть У Бога вот Нет ничего напрасного То есть поэтому Знаете Он научил меня Просто благодарить за все За каждую мелочь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok